Еще с 1992 года жители Мамайки ждали обещанного начала строительства школы. За это время образование получили уже несколько поколений. Прибавилось и новых жителей в микрорайоне. Сейчас на Мамайке проживают несколько тысяч детей, однако школы для них до сих пор нет. Было понятно, что социальный объект может появиться здесь только путем решения в самых верхних эшелонах власти. Инициативная группа жителей обратилась к депутату Государственной Думы Константину Затулину. На этапе множественных согласований возникало много сложностей. В частности, из-за ползневого рельефа, где предполагается строительство школы, немало времени и усилий было потрачено депутатам для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас я подхожу к современному этапу. В чем он состоит? Он состоит в том, что все документы, связанные со строительством школы, включая согласие Краснодарского края, находятся в Министерстве образования, находятся в Министерстве финансов. Они все приняты. И вопрос лишь о том, будет или не будет резервный фонд правительства в целом тратиться на эти цели в 2018 году. Отдельный вопрос стоимость проекта. Предварительная сумма сметы составляет почти миллиард рублей. И если в 2018 году проект не попадет в программу финансирования из резервного фонда правительства, то, как заверил депутат, в 2019 он будет включен в финансирование федеральной адресной инвестиционной программы, которая защищена статьей о поддержке бюджетных образовательных учреждений. Выслушав Константина Затулина, сочинцы поблагодарили депутата за добросовестную работу. Нам было очень приятно сегодня слушать, как он досконально рассказывает, рассказал нам всю ситуацию по строительству нашей школы. В каком она сейчас находится, в какой стадии находится, какие письма пишутся, как идет работа. Вы знаете, настолько это приятно. Даже нам сегодня и проекты и поэтому даже если в 2018 году вдруг по какой-то причине нам не повезет, то 2019 год у нас есть перспектива. Мы подождем этот год и ничего страшного. Подпись под документом должен поставить утвержденный глава правительства. Так что уже после 7 мая станет понятно, в какую программу финансирования попадет проект и из каких источников будут выделены деньги на строительство долгожданной школы на Мамайке.